Несколько дней, ну, может быть, дней через 4-5 мы уже уходим из Томска, вот, и просто встречаемся с вами в декабре, не раньше, я помню, что в декабре, кто-то, может быть, и раньше приедет. Значит, сегодня нам надо какое-то заключение сделать с того, что мы раньше с вами проходили, и некоторые выводы, которые я не хочу вам навязывать, но вы должны их сделать сами, потому что выводы должны складываться у вас в сознании. Если я буду вам навязывать, то это будет уже не занятие, а это уже будет программировано. Вы должны сами решить, что же происходит. Вот, начнем с чего? С того, что творится у нас, например, в России. Ну, мы, наверное, знаем, демографический вопрос. Серьезно? Серьезно. В умирание идет? В умирание. Какой нации идет умирание? В умирание нашей, белой нации. Причем, в основном, русское поселение выкашивается, выпадает натурально, в осадок, упорит, через жизнь. Значит, какие-то законы действуют именно на нашу нацию. И действуют серьезно, очень серьезно. Поэтому надо это все понять, осознать и каким-то образом предотвратить и понять, для чего все это происходит. Почему эти процессы идут? Ведь дело-то в том, что нам кажется, что только русские вымирают сейчас. Но ведь совсем не так. Вымирают вообще белая раса. Белая раса. И по каким законам, и почему? Это надо тоже все понять. Так вот, мы немножко с вами коснулись на прошлом занятии психологии и теории Поршнева. То есть мы взяли антропологию с вами и психологию. Сопоставили, получили что? Получили одно и то же с вами. Оказывается, в процентном отношении количество хищников совпадает, как говорят психологи, с психикой примата. Живого говорящего двуноглого примата. Но не человека. Но не человека. И 20% упоршего. И 20% например у нас отмечено. Даже вот мужчины, которые сейчас здесь пускай не обижаются. Есть такие среди нас здесь. Вот. Доминантные мужчины. Вот. Или высокого статуса. Но как раз психика их построена в обратную сторону. Она обезьянья. Потому они высокого статуса. Мир-то перевернулся давным-давно. Так вот, интересно что? Что если рассматривать Европу, рассматривать Америку, те же процессы, только интересно. Ходных мер русских уничтожают как? Вот, знаете, тонкости психологии. Отлично знали психологию византийцы в свое время. Очень хорошо знали. Можете почитать по кофе за царийского. Он там хорошо описывает психологию славян. Славянин будет бороться до последнего. Если хоть какая-то надежда есть. Хоть малая надежда есть, выход из положения. Он будет сражаться, он будет держаться, он будет... Женщина-славянка будет так же бороться, как и мужчина. До последнего вздоха. Если есть надежда. Хоть какая-то надежда. От ними надежда умирает мгновенно. В чем включается процесс самоуничтожения психики человека. Это хорошо знали византийцы. Поэтому в свое время рабы русские, они не котировались на рынке. Котировались как? Ну вот продавали рабов. Ну куда? Только в мамилюки. Вот брали их турки. Да, вот в мамилюки, да, воины. Свободные воины, да, которые могли сражаться. Либо в охрану императоров византийских. Последний раз, когда погибал Константинополь, штурм Константинополя турками-сельжуками, 8 тысяч русских было на стенах. Их там называют скифами. С ними был император последний византийский. Все погибли. А как раба русского, не на галерах, нельзя держать было. Он мгновенно умирал. Он просто выключался из жизни. И женщину в гарем тоже нельзя. Поэтому все эти сказки про гаремных женщин русских, это тоже сказки. Русская женщина не жила в гареме. Она могла быть только женой, настоящей, но не наложницей. Поэтому не ценились русские. Хотя их продавали, все это было, и хозяева это делали. Но зная психологию русских, было вот так. И вот, в настоящее время, в настоящее время, вот как раз здесь-то и работает. Вот как раз закон безнадёги, будем так говорить. Когда отнята надежда, когда нет смысла. Нет смысла дальше жить. Отняли смысл, то есть отняли надежду. И люди что? Они не знают, куда. Энергии много, а выхода нет. Какая жизнь? Ну, были различные у нас, я уже говорил, не буду повторяться, были проекты. Был проект «Святая Русь». Сразу после крещения там смог поднять этот проект Терри Радонежский. Второй проект был, это проект «Третий Рим, четвёртого недавно». Третий проект, который тоже рухнул, кстати. Третий проект был «Северная Пальмира», которая была уничтожена. Вот этот проект рухнул в семнадцатом году. Был четвёртый, ещё один проект, был пятый, вернее. Он был уже какой проект? Это был коммунистический проект. После смерти Сталина он поехал в Картеровы. Всё. И теперь нет надежды. То есть нет выхода. Отсюда и наша психология, она сейчас работает против нас. Мы просто-напросто сами себя разрушаем. Мы не понимаем, мы не знаем, на чём мы живём. Вот в чём наша трагедия. Это надо понять. Всё. Беда наша заложена в психологии. Я вам ещё хочу одну вещь интересную сказать. Вот смотрите. Вот высокоорганизованные животные. Да, высокоорганизованные животные. В таких случаях они вымирают. Либо невыносимые условия. Невыносимые условия. Когда невозможно просто концы с конца не сместить. Когда не хватает питания, болезни серьёзные. Когда очень тяжёлые климатические условия. И начинается что? Вид или на несколько видов какая-то группа видов вымирает. Вот на какой-то территории определённой. Либо, как ни странно, когда идеальные условия. Вот идеальные условия. Когда всё есть. Когда можно нормально жить. Когда все условия. Когда скажут, что я не хочу. Знаете где? В зоопарке. А в зоопарке высокоорганизованные животные не плодятся, оказывается. Не плодятся. В чём дело? Так вот смотрите. Вот у нас, в России, созданы условия, невыносимые условия для жизни. Как раз вот по первому варианту. То, что вот отнять надежду, отнять смысл. Нет смысла. Не знают для чего люди живут. Они родились и не знают для чего. Они понимают внутренне, что жить, как они живут на Западе, это не жизнь. Хлеба и зрелища, это уже ещё и Рим не насмотрели в своё время. Это паразитизм, это потребительство сплошно. И русский, он просто не способен в своей массе, он не способен жить вот таким образом. Он может даже год, два, десять, в конце концов, от аста чертей. Он будет искать что-то другое. Он не сможет просто. Женщина не сможет с мужчиной жить, который только ориентирован на материальные ценности, ни о чём больше не думает. Он и скучный становится. Так же мужчина от такой женщины сбежит, который только думает о тряпках, о вещах и только об удовольствиях. Он тоже оточнить начинает его от такой женщины. А пути-то нет. Так вот, смотрите, первый вариант вот такой. Нет смысла. Нет надежды. Неизвестно, зачем мы живём. И начинается... Женщины не хотят рожать. Это что? Это же подсознание работает. Это глубины, это инстинкты отказываются. Инстинкт самопроизводства нации, что он перестаёт действовать. У нас... Я не буду говорить там цифры. У меня цифры есть. Не хочу, пускай вас расстраивать, потому что это серьёзные вещи. Много раз говорили по телевизору. И не хочу повторяться. Просто вымирание. Примерно в некоторых районах, например, в Псковской области и Новгородской, в Древней области и чисто русские области, там вымирание идёт. Один рождается, а пятеро умирает. Пятеро умирает, а к одному, родившемуся. Представляете, сейчас посчитали, что 80-й год примерно будет, да? А у нас население, если так дальше будет идти, 30 миллионов останется в России. Выхода, выхода никакого нет. Теперь смотрим, когда всё есть. И опять люди не размножаются. Упорно не размножаются, не хотят. А причина какая? Клетка. Причина – это клетка. И вот тот же зоопарк, вот зоопарк. Ведь казалось бы, ну что-то живи, да плодись, бактерии-то плодятся, какая разница. Но там простейшие могут плодиться, плодятся растения, нормально. А высокоорганизованные животные – нет. Всё, казалось бы, нормально. Питание, условия. Ну всё, всё, всё. А они вот не хотят. Там родится у белого медвежа и медвежона целое событие. У панды родится. О, у панды родится. Они там в Кимышах в Китае запросто размножаются на свободе. А оказывается, всё дело осознание свободы. Клетка. А эта клетка, эта клетка, вот знаете, жесточайшая клетка из законов, она легла на Европу и на Америку. И почему-то вымирание идёт, вымирание, именно белый раз. Вот к чему пришли с вами. Вымирает вот так потомки Ариф, потомки Ариан, потомки Гипербореев. Они вымирают. Вымирает Швеция, вымирает Дания, вымирает Норвегия, Исландия вымирает. Я там не буду говорить про Францию, там туда забрасывают сейчас десанты, вон из севера, вон из севера, вон из севера, 20% там сейчас арабов живёт. И сейчас арабов как пши плодятся, они как арабов, они же другие совершенно, у них другая психика. Ну и совсем другие люди, так же как в Германии, турки, например. Там засилье тура. Немцы тоже сейчас плачут, караул, кричат, не знают, что делать с турками. Ну а про Францию вы, наверное, знаете. Беда идёт. Оказывается, в Америке, сейчас посмотрели, оказывается, население американцев всего-навсего 25-30%, в некоторых штатах менее 10% белого населения. А было 90% с лишним. Что происходит? Здесь всё заложено в психологию. С одной стороны, вот видите как, у нас ведь огромная страна. Нас заставить через закон упасть на колючь сложно. Законы у нас не работают. Крепку построили из закона. Но эти законы не действуют. Посылают с этими законами. Например, в прошлый год организаторы пытались рыбалку прекратить на севере. Нет рыбалки. Я прихожу в облаку управления и говорю, ты забудь про рыбалку. Её там не будет. Её как не будет. Мы закон. Поля по смеху говорю, ваш закон – это бесполезно. Пошлют всех, постреляют всех от надзора, будут ловить рыбу. Как ловили. Они поделили там территорию на севере. Закрепили за посёлками. Решили, что люди платили аренду за угодья. Я прям пример просто привожу. За угодья рыбные. Ну и что? Никто платить не стал. Послали всех. Как жили, так и живут. Законы не работают. Законы на русских себя работали как? Мы же не по закону, а как? По совести. Да, по совести. Ну, по совести сейчас уже мало кто живёт. А законы, законы, вот так вот могут кинуть. То есть не получилась эта клетка на Руси. Не вышла. Здоровая страна, мощная страна. Трудно заставить всех в этой клетке сидеть. Они долгое применили. Они отняли смысл. Всё. И психология работает, зная психологию русского, они получили тот как раз результат, который они хотели. Мы вымираем. А на Западе, на Западе, там немножко другие, тоже потом терапии, но и другие, несколько иные. У них по-другому, они по-другому расслуждают. Они, в общем-то, люди, у которых есть смысл. Они живут более материализованные. Они привязки огромные к материальному. Духовное всё брошено. Казалось бы, здесь-то вот и надо разогнаться. Но почему-то и материальное их не спасает. Они тоже вымирают. Ведь самая неблагополучная страна, это вот сейчас на Западе считается Швеция по количеству самоубийцев. Вымирание там, сами люди кончают со своей жизнью. Они не верят будущее. Что произошло? Германия то же самое, Франция то же самое. Германия там сейчас пить начали. Они говорят, ну вот там это, мы от русских не учились. Но они ведь и раньше пили. Они не пили, когда была фашистская Германия, когда при Гитлере, когда был национал-социализм. Там была идея. За эту идею люди бороись, бросили всё. И забыли про ШНАПС. Про всё забыли. ШНАПС гнали, перегонять, продавали его куда угодно. В Россию, например, да? На территорию оккупированную. Но только не у себя. Сейчас там и такая проблема появилась. И серьёзная проблема. Вот недавно один товарищ приехал ко мне. Ну, в гостях был. Он вернулся из Штата. Он был у меня всего минут, может, 20-30. Он там 8 лет от работы. И поговорили мы с ним немного. Он говорит, знаешь, интересная вещь. Он не знает, о чём тут я рассказываю. Я просто посмотрел, в ужас пришёл. Я говорю, что? Ты понимаешь, вот самый незащищённый мужчина... А я ему говорю, я тебе скажу, кто? Ты можешь сказать? Я говорю, могу. Это полноценный белый чёлт. Да. Крупный, красивый, мощный, алиц. Нежирный, хорошо сложенный, с хорошими данными мозговыми. Умница, талантливый. Ему места вообще в обществе нет. Он говорит, правда? Как ты узнал? Здесь сидишь, узнают. А как тут не узнать-то? Вот он дальше начал рассказывать. Смотрите, интересно. Толстые общества толстяков помогают друг другу. Социальные программы у них решаются. Гомики собираются в кучу тоже. Лиспианки в кучу. Все они... Вот негры там вообще самая лучшая работа, самая для негров. Для китайцев, для индейцев. Пожалуйста, индейцы. Индейцы живут прекрасно. Несчастные, раньше гонят и били. Сейчас все они могут, на все они там, сейчас везде их на руках носят. В резервации только те, которые не хотят жить с ними, с американцами, которые ушли вообще. Выпали из социал-американского жду, когда американцы в конце концов кончатся, и они обратно этой земли будут плодеть. Вот эти вот. Те в резервации, ладно. А вот которые живут с американцами рядом, все в порядке. А белому человеку, все против него. Все. Нормальному белому человеку, да, англосаксу или славянину, ему детства там нет. Он буквально самая гонимая, ни с работы, ни с клубом, ни с друзьями, нигде. Везде его посылают. Это ужас просто. А ведь думаете, что это случай, что случайность? Это программа разрушения белой расы. Вот мы на том занятии сами, о чем мы говорили? О трематизме. Количество генов обезьяны в человеке. Но ведь если рассмотреть всерьез, то, ну, допустим, наша беда в чем? У нас основная масса, если верить Коршневу, да, я думаю, что он все-таки разобрался, он серьезный академик. У нас диффузники. А диффузник что? У него в генофонде звериное присутствует. Но достаточно еще и человеческого. И куда его переориентируешь? Поэтому они нас и боятся. Русских боятся. Потому что если их переориентировать в направлении развития, то есть обратный процесс, допустим, эволюции, то эти гены звериные, они могут в конце концов уснуть. Вот к этому мы придем, я буду вам рассказывать о спящих генах. Почему нельзя межрасовое скрещивание, этим заниматься нельзя. Вот именно эти гены как раз начинают работать. Звериные гены или обезьянные гены, можно как угодно называть. Так вот, поэтому мы опасны. У нас масса основная диффузники. Мы. На Западе там больше хищников. Белые, но они хищники. Много хищников там больше. Там процентов на 20 больше, чем у нас хищников. Но белые хищники. Диффузников тоже много. Неантропы тоже есть. То есть, в мире, будем говорить, настоящие ариицы, которые не сломались, которые могут противостоять и хищникам, и всему окружающему миру. И психически, и всяко могут противостоять. Есть. Так вот, оказывается, не только русская вот эта вот белая раса, вот как они считают на Западе? Они считают, что в современное время Россия является заповедником белой расы. Если Россия пойдет, то все, белых не будет на земле. Все вопрос упирается во время. Например, если это среди испанцев, ну кто там, испанцы что, белая раса, что ли? Все. Испанцы это смесь. Вы, наверное, хорошо это знаете. Французы на 70% уже смесь. Блондинку, француженку увидите, это бесполезно. Вы только какая-нибудь, может быть, славянка или ирланды там появится. Может быть, немка. Все. Там уже их нет. Это от наших цыган мало чем не отличается. Очень некрасивый народ. Очень некрасивый. Вот, Франция. Германия, если балансы посмотреть, то же самое. Там еще монголоидная тремясь мощная. Она древняя, монголоидная тремясь. Восточная Германия, а это опять за место какой? Восточная Германия. На славянах. Не надо забывать там наша кровь. Там Западная Русь была когда-то. И там наши гены. Все. Они гордились. Славяне. Ушли. Мы тут появились. Пруссаки высокие, красивые. Как они и говорили в свое время. Белокурая бестия. Но белокурая это бестия откуда? Кровь-то наша, гены-то наши. Вот в чем дело. То есть Европа-то истекает, Америка то же самое. А теперь вернемся к тому вопросу, который был у нас вот тогда, на том занятии. Я как-то вам говорил, что именно на том занятии говорил, что у нас как раз вот белая раса меньше всего грешит вот с травматизмом. То есть количество звериных генов немного. Потому что очень долго была борьба. Это долго это рассказывать. Это отдельные темы. Это я предо буду все это рассказывать. Жесточайшая была война. Эта война отразилась в сказаниях кавказских народов. У басков сохранилась. В наших преданиях. Борьба с палеоазиатами, с палеоевропейцами. Находят археологи целые поля, где были битвы между неандертальцами и белой расы. Где рубленные черепа лежат грудами. Неандертальские черепа. Попытка была остановить этот процесс озверения. Потому что беда в чем? Ведь женщины, не обижайтесь, пожалуйста. Но ведь через вас. Женщина не захочет. Вы знаете, что есть такая пословица. Помните, что он как захочет, как беда не скочит. Ведь беда того. Женщина. Через женщину эти гены проникали, пробивались в толщу, в пласты именно арийской расы. Через женщину. Я как-то говорил уже о психологии женщины, что наблюдаю, часто наблюдаю, когда зверюга такая вылазит, страшно смотреть из новых русских, отупевшая полностью. Там вообще не человек. А около него прыгает две-три красавицы сразу. И каждая надеется, что вот она от него еще и родит. А он ей еще и состояние подкинет. Она жить будет нормально. Понимаете? Вот в чем дело. Беда там вот здесь. Женщина ближе к земле. Женщина ближе к материальному. Она думает, и самое печальное, что женщина, долгосрочные программы у нее не работают. Она живет 7-минутно. В данный момент, в данных 5-6 дней, вот первая ситуация, которая ее окружает. Так устроена ваша психика. Я не хочу сказать, что женщина плохая. Но так вы устроены. Вы это хорошо знаете. Вы не способны конструировать что-то на далекое будущее. Хотя некоторые и есть хищницы, которые думают, ну ты от меня никуда, я тебя все равно посажу, и ты будешь мне в клетке. Это есть такие. Но опять-таки в материальном плане она вот зацепилась на каком-то, она будет его брать, брать пока не возьмет, как ценность какую-то. Именно материальную, чтобы доить какого-то мужичка. Но это опять, это же совсем не о том мы говорили. Так вот, такая была война. Борьба была. Но эта борьба была, она не была проиграна, потому что картвелы исчезли полностью. Например, кавказские народы были, их спасли горы. Они же все полу, ну, по гирафону это полуобезьяны. Вот так, прям. Надо вещи назвать своими именами. Это полуниандертальцы. И они ушли в горы, и там в горах, так сказать, гирафон сохранился. Но почему-то сейчас наша женщина с удовольствием, с богатым Кавказом, она будет жить, она детей родит. Но то, что хищники родятся, она даже не хочет. Мы о том говорим, и думать об этом не хочет. Понимаете, какая штука? С китайцами то же самое. А там пятиконтропогены. И вот и получается, что куда ни сунешься, куда ни сунешься, везде. Вот это трагедия, это наша трагедия. Всех парень. Вы не подумайте, кто-то я расист. Центр расизма знаете где? В Швейцарии, кстати. Центр белого расизма. Там штат расизма, там понимают эти процессы. Я то, что вам рассказываю, все это я прочитал, все это я знаю. И не только оттуда, и из тех публикаций. Еще кое-что знаю. У нас здесь то, что происходит. Они-то не знают, а тут хорошо все видно. Так вот, получается так, что белая раса, белая раса, для будущего, вся белая раса, она бесперспективна. По двум причинам. Первая причина, это белая раса толкает вперед науку. И искусство. Толкает не только классику, не только там поп-музыку, там поп-жанок толкает. Или там что-то еще там цирковое искусство толкает. Народное. Ведь стоит только чуть-чуть, чуть-чуть дать людям какой-то отдых, просто так. Они моментально начинают творить. Это раса творцов. Раса людей, которые создают, создают. И очень серьезные вещи создают. Интересный деталь. Вот вы замечали, что барабанная музыка и музыка, ну африканская, так сказать. Все виды ритмопонентов, они пришли к нам либо из Южной Америки, либо из Африки. И наша народная музыка, вот эта вот девучая, разливистая, бесконечная, да, вот, разница большая. Ведь если посмотреть народную музыку, французскую, великолепная музыка, она от нашей не отличается, народная. Немецкие песни народные, прекрасные песни. Ведь язык другой, а смысл, вот именно построение, построение вот музыки, да, оно вот такое. О чем говорит? Так мысль и знание, оно что? Оно не рвется, оно не дискретно, оно целостно. Музыка сама строит мышление человека, строит психику человека. Чтобы нас опустить, сделать из нас обезьян, они взяли, обезьянью музыку взяли, да, и под разными жанрами нам вогнали в наше что? В наше подсознание. Взять, например, всю музыку современную, как это называется, массовую, из массовой культуры. Пожалуйста. Ведь кроме барабанного боя, ведь мелодия исчезла, стал барабанный бой, разрыв, разрыв. И поэтому, а это действует и на психику. То есть постепенное, что обезьянивание идет. Какая культура, таков и ты. Ты принимаешь культуру, ты становишься частью этой культуры. Ведь началось-то откуда? С Америки началось, там много негров было. Там джаз родился. Все сейчас говорят, о, джаз хорошая вещь. Да, отлично, для негров. Почему? Они-то нормальные. Блюд, джаз это их, не все. Пусть они этим занимаются. Но мой тренер, а кто принял-то? Вот это пусть, кто принял? Если рассмотреть, кто? С генами хищник. У них нет понятия, например, о народной музыке, которая дает огромное знание. Ведь народная музыка включает еще генную память. Это работает. Внутри нас начинает что-то работать. Мы начинаем видеть, мы начинаем чувствовать, мы начинаем ощущать какие-то вещи, которые мы никогда бы не услышали, не поняли. Классика делает то же самое. Когда учениковского спросили, ты где такую музыку пишешь? Ты откуда это все взял? Он говорит, откуда? Да не откуда. Я умного просто беру и обрабатываю. Я ничего не научился, я ничего своего не создал. Я просто беру, беру темы народные, перевожу их в классику и больше ничего. То же самое с Битхоином, когда разговоры начинаются, он говорит, что я же немецкую народную музыку пишу в классике. Он был прав, то же самое говорил и Моцарт. Бесконечность, вот эта народная бесконечность, то, что создаётся внутри, в подсознании народа, коллективным, бессознательным, вот эта ценность, а где это сейчас ценность? Её же убрали у нас. То есть нас что, переводят постепенно в животное стадо. В животное стадо. И всё это переводится нагло, бессовестно, огромные деньги тратятся. Что такое не делают? Эти поп-звёзды, эти обезьяны, которые прыгают, мы же их охлюбуем. Надо же, какое, какое, а на самом деле там ни голоса, ничего. Там же только одни пужинки. Как это вот, есть такая поговорка. Порёт не так, бубнит не то, сдавит не им не меет. Павлин бездарит, как никто сдох. Подать себе умеет. Он, они даже подают, а бездарности сплошнее. А в народе сколько талантов. А мы их не знаем, не услышим никогда. Я просто немножко отвлёкся, сказал о культуре. О том, что культура, как культура может влиять на разрушение. Кого разрушение? Именно диффузника. У диффузника что? У него равновесие. У него, вот оно, у диффузника. Если его потянуть, он становится, что, обезьяным. Если это закрепить в течение многих поколений, нескольких поколений, эти гены будут действовать. С русскими трудно. Вот с нами никак. Мы до сих пор продолжаем петь народную музыку свою. Вот чуть выпили, сели опять народную. Ой, вон мороз, мороз, там не мороз, меня уже запили. Откуда это берётся, непонятно. А уж говорить про ведические эти самые секты, это вообще, или там про, просто про деревенских людей. Те вообще не знают ничего, кроме народа. И деревья у нас живая. Вот поэтому устроили бойню другую. Бойню отняв смысл. Там, там, на Западе, работает именно массовая культура. Массовая культура и жестокий закон. Клетка закона. А клетка закона, вы, наверное, знаете, что это такое. Вот кто уезжал, даже наши немцы в Германию уезжали и возвращались. Когда с ними разговаривают, они чаще говорят, гу-у-у, невозможно. И, понимаешь, поехали шашлыки там, это самое. Тут же кто-то позвонил, приехала полиция, на каком основании частная земля, закон нарушили. Плоть до того, что в гости, говорит, приезжаем, нас там звали, в гости приезжаем, немножко выпили. Там чуть-чуть посидели за столом. Они же мы как русские немцы. Поехали к себе. Эти же хозяева звонят. И они поехали пьяные. Их тут же поймали, тут же обеставали. Тут же оштрафовали. Это, говорит, тотальная свежка друг за другом. Вся Европа. Вся Америка. Это западный мир. Едет на велосипеде по улице полицейский, ему доносчики доносят кто что видел. Он собирает, и это обрабатывает в полицейском участке. Люди научились доносить друг на друга. А ведь психика так устроена, что она в этой клетке, она не может просто жить. Человеку нужна свобода. Та свобода, которая осознанная. И вот эти вот тиски, они так сдавили человека, что человек перестает. Он живет. На уровне сознания ему все прекрасно. Но на уровне бессознательно, на уровне подсознания ему плохо. Он чувствует себя, как будто у него на шее петля. С другой стороны налоговая инспекция, там полиция, там куча всяких законов. Если посмотреть Америку, там в каждом штате свои законы. Переместился из штата, что я должен знать все законы. Нарушил, тебя посадили. Ведь они говорят, что у нас демократическое общество, да общество рабов. Только эти рабы, они не знают, как они живут. И отсюда падение детерождаемости. Отсюда падение всего. Люди не хотят просто-напросто принять, так сказать, они не то, что не хотят, у них дело даже не сознание. Они неосознанно стараются не рожать детей. Просто неосознанно. Считая, что это не самое главное в жизни. Можно найти все, что угодно вокруг, заполнить себя своей так сказать, свои инстинкты эти вот детерожные. Чем-то другим можно как-то их там распределить, все это заполнить. А этот момент, чтобы родители детей нормально, их восстановить, это как бы не самое главное. Они просто-напросто, причем это не вкладывается. Такой программы нет. Если бы такое заработало, то бы крип был начался страшный. Был бы процесс обратный. Были бы стали сразу что? Рожать детей. Это делается так, что наоборот, людей, зная психологию, говорят как? Вы рожайте, давайте, давайте, это же здорово, надо поднимать, так сказать, население. Ну что же вы? А люди говорят, а закон пакостности знает у человека? Бабарак, ну что, ты говоришь, да, он говорит, нет. Потому что так устойна психика наша. Тонкости психологии. И получается, что, а мы не будем? Да вы говорите обо них, ах, вам это надо? Мы не будем. Мы вот не торопимся. Вот лет 27 будет, а потом уже поздно рожать. И получается, масса семей, особенно в Голландии, особенно в Германии, особенно сейчас в Бельгии, да и в Дании то же самое, масса семей, молодые семьи, а детей нет, и не собирается рожать. А нам говорят, стареет нация, надо что-то делать, а рабочие места есть, свободные рабочие места, надо их, что заполнить кем-то. Ну кого туда затолкать? Ну кого арабов, турок туда затолкать, китайцев. Всех? Значит, кого? Мы говорим арабы, турки, китайцы, а на самом деле, что? Звери. Люди, у которых вот этого равновесия нет, там явно, что перекос в сторону, в сторону обезьяны. с очень мощным климатизмом, с очень мощным. Вот. И получается так, что может нам прийти в голову, что якобы звери, которые сидят у власти, там, я имею в виду мировое правительство, они, вот заботясь о своем, так сказать, о своих генах, они как бы устраивают Боингер такую вот элементарную, знаете, постепенное вырождение белой расы и сводая ее на ноль ради своих интересов чисто генетических. Ничего подобного. Они совсем так не думают. Эти люди так не думают, потому что они-то чистокровные, они-то чистые, в их крови нет хищных генов. Они другие, совершенно не понимают, что происходит. А почему они так делают? Есть другие причины, я уже об этих причинам говорил, потому что ты управляешь и такой кто-то управляет. А вот кто ими управляет, вот в чем вопрос. Теперь интересная еще одна вещь, которую хочется мне вам сказать. Вот мы изучали с вами все время теорию Дарьи. Вот помните, несколько лет назад я ей даже рассказывал, объяснял, как она работает. Как она работает? От животного, от животного, да, ну, нафигни сознание. Вот постепенно, постепенно идет развитие, и вышел человек, да, из обезьяни в остаток. Но ведь дело-то в чем? Что существует еще одна теория эволюции, о которой стараются не говорить. о ней писала Блаватская. Об этой теории эволюции неплохо показана в Мертвой воде. Но она показана не как теория, она просто фрагментарно выражена. И хорошо она выражена. Это выражение такое, что можно понять. Люди не ставили цель ее показать. Но я вам сейчас ее попробую рассказать, что это за теория. Вот, если рассматривать веды, веды любые, причем не надо смотреть там индейские, авистийские веды, веды индейцев, которые сейчас уже начинают публиковать. Наши, наши русские веды, да, идет процесс наоборот. От человека к обезьян. Интересная деталь, что напрямую сказано, что все виды, даже паукообразных обезьян, макак, они произошли в древних раз человеческих. Это, казалось бы, в мозги-то не вмещается. Но ведь, понимаете, дело-то в чем? Если процесс эволюции, он бесконечен, то процесс эволюции, инволюции, вернее, он энтропии, он тоже бесконечен. Как вверху, так и внизу. Это закон, помните, наверное, знаете, закон Ельвеса-Тресмедиста, который впервые его, так сказать, сформулирован. Это бесконечность. И человек, развиваясь в направлении вот этого стада обезьян, может дойти до уровня паукообразной обезьяны, и может дойти до уровня бактерии, в конце концов, вообще до уровня простейшего. Ведь я вам еще хочу одну вещь сказать. Современные ученые, вы, знаете, меня слушайте и сразу проверяйте. Публикации сейчас публикуют. В прошлом году открытие было, очень серьезное открытие на эту тему статьи. Оказывается, что даже амеба, амеба в типе сознания, амеба соображает, она думающая животная. Она не только как биоробот какой-то, нажет, у меня какие-то заложены программы по программам, ничего подобного. Она может какие-то задачи решать. Когда вот с амебом и проработали, ученые, есть инстинственные статьи на эту тему, не буду говорить название там, это просто пока для вас сами поищите, узнаем. Ну, надо будет, я вам принесу это за чипочетание. Так вот, даже амебы соображают. У них, что оказывается, нервная система странная. Там вроде бы всего-то ничего, а это работы. Поэтому все наши животные, все наши и даже растения, растения, нужно, по-цепому, пересмотреть. Они все носители сознания. Растения даже неохота в им останавливаться. Была у меня такая тема, я просто рассказывал на эту тему. Но могу напомнить, что растение знает своих хозяев, растение понимает слова человеческие, понимает эмоции человека прекрасно, реагирует на эти эмоции. Поэтому до древности наши предки рубили лес, когда он спит, только зимой, летом не нарушали покоя леса, понимаете? с каждой травой, когда разговаривает, травник собирает, он поговорит с ней, он попросит у нее прощения, что он ее возьмет, потому что ему лыхать да нет. Это не просто, это же для материалиста, для сатаниста, потому что это одно и то же, материалист, сатанист, это одно. Так вот, для него это странно, он все с ума сошел с растением, а на самом деле растение отлично знает, понимает все. Это мы не понимаем, потому что у нас утрачены эти связи с природой. Мы их утратили, приняв христианство, приняв искусственные религии. А когда-то мы свободно могли общаться с любым, даже с камнем. Это можете посмотреть по сказкам по нашим. Это в наших сказках все есть. Так вот, процесс энтропии, он вот таким вот образом идет. Вот поэтому, поэтому-то и оказалось, когда американцы разбирались с генами обезьян, с генотипом обезьян человекообразных, они пришли к страшному выводу. В чем, дали англичанам те тоже самые отработали и не знали, что сказать. Десять лет не публиковали эти работы. Боялись, потому что не знали, как объяснить. Человекеобразные обезьяны моложе человека. Причем, мать, вот этот ген матери Евы присутствует и у них, и у нас. У нас основной ген, вот эта же структура стволовая, генгенная, у нас одинаковая, с обезьянами. Ближе всего, не шимпанзе, а горилла. Так выходит, что, эти вот обезьяны отпали от нашего, что ствола от человечества и развились, только по-разному они развились. Одни развились в направлении гиппона, третий, рот бутанга, четвертый, шимпанзе и там уже горилла. Вот в чем дело. Паника началась у генетиков, когда они это стали понимать. А теперь давайте вернемся к нашему стаду человеческому. Прошлое занятие у нас было какое? Говорили о стаде. Стадные отношения стали. Ценности-то поменялись. В целом ценности именно женщина являлась ключевым механизмом эволюции человека. Женщина была обязана выбрать себе в мужья того, какой достоин. От которого родились дети, чтобы она не гордилась с этими детьми. А сейчас о детях не думает женщина. Ей главное, чтобы это был мужчина очень высокий по статусу, современностью. Хотя он дегенерат. Ее это не волнует. Я уже называл все это, читал, прошлое занятие, не буду возвращаться. Но вы, наверное, это понимаете и можете на примерах, на жизненных примерах посмотреть и в этом убедиться. Потому что на самом деле фильмы посмотреть все это хорошо показывали. Я, кстати, после лекции пришел, включил ящик, там по ящику какой-то фильм идет. Я уже не помню, как он называется. И как раз показали одного этого высокоранглого, показали самца, который там настоящие шклыки горчат, вот так кидается там на него, все женщины собрались, все на него, все обрезываются, какой он там необыкновенный. А то, что он зверек, а его их это не волнует. И нормальный парень, который никому не нужен в этом же фильме. Так вот, почему такое получилось? Причина вообще, есть ли какой-то выход? Ведь современная женщина, ей с хорошим человеком, с хорошим парнем неинтересно. Ей просто неинтересно. Только нужно еще одну вещь понять. Вы не подумайте, что если низкоранговый, то он ангел. И низкоранговый может быть подлец, и подонок, и конченый человек. И высокоранговый, если у него малая степень приматизма, то есть он как зверь, потом не состоялся, но и очень сильная воля, он очень уверенный в себе, много знает, понимает, разбирается, ведет за собой людей, он лидер, он настоящий, сильный, добрый, по-настоящему добрый и может пойти на самопожертвование. Единственное, что он попадает, самопожертвование. Это низкий, это очень низкий ранг. Здесь женщины принимают, когда вот ради ее, ну, а да, она примет. А потом тут же забудет, скажет, да, это елуда, вот Васька лучше все равно. Хотя Васька не пойдет на это дело, но он лучше. Так вот, здесь, как раз, еще раз хочу вернуться к Иосифу Васильевичу Сталину. Он это понимал очень хорошо, глубоко понимал. Поэтому огромные средства вкладывались в воспитание женщины. Вот некоторые люди считают, вот какой был злодей, заставил женщин работать в шахте, заставил женщин работать на стройке, заставил женщин работать на заводе. И никто не понимает, а почему это произошло. Ведь, вы думаете, что, не было другого выхода? Ну, знаете, наверное, в стране было трудно. И выхода действительно не было. Но ведь не только по этой, по одной причине, что некому было работать, мужчины сражали где-то на фронтах, и надо было заполнить, заполнить, воровелы какие-то на заводах. Женщина, работая рядом с мужчиной на стройке, она понимала ценность мужчины. Работая на производстве, это на том же заводе, женщина понимала ценность настоящего мужчины. Не того павлина, который хвост распушил и носится около нее, подарки ей дарит, который кидается деньгами, а рамки поднимает. А настоящего того, кто созидает. Кто созидатель, кто может строить, кто может давать, кто может быть настоящим. И мужем, и отцом. Работая в шахте, то же самое. Женщина это все видела. Женщина понимала, кто есть кто. Это было своеобразное образование нашей женщины. И вот, кстати, благодаря вот этому, женщины пристали, выбирали хороших мужиков. Не выбирали дерьмо. Очень часто женщина, идя за высокорангу, бросала его, отказывалась от него, и шла за нормальным парнем, и любила его по-настоящему, и она его ценила. Она могла его ценить. А потом все вернулось на старое место. Так что не надо думать, что ваши жены работали там, вернее, не жены, а ваши матери, работали где-то на стройке, или на дороге где-то железной. Это было только из экономических интересов. Если еще была психология заложена. Иначе женщина никогда не кайфает. Женщина по своей природе потребитель. Вот этот дом построен в основном мужчинами. Города построены мужчинами, заводы построены мужчинами. Все, что сделано, огромное-огромное количество ценностей, сделано именно мужчинами. И женщина, она не понимает, она до сих пор современная, как это строится, какой-то огромный труд, какие силы здесь психические заложены, и какой мужчина здесь действительно герой в этом, во всем. она просто это принимает как должное, потому что я, я женщина, я играю на половых инстинктах твоих, я тебе ножки раздеваю по ночам, а ты мне должен платить. Вот так сейчас устроена наша психология, наших современных женщин. Так что на меня, пожалуйста, не обижайтесь, я не хочу вас обидеть. Я просто пытаюсь это, в общем-то, объяснить. То, что с нами происходит, и ваш путь, который вы должны потом как-то изменить жизненный, чтобы вы его нашли и поняли, куда надо идти. Чтобы это понять, нужно разобраться в своих действиях. Вот интересно, как отследили генетики, отследили дегенерацию обезьян. Давайте я вам это прочту. Это интересно, потому что, смотрите, человекообразные проходят на ферме сигарелла, да, как последний гиббон. За ним гамадрилы, потом мадрилы, потом макаки, потом уже лемуры. Лемуру последний. То есть идет процесс обратный. А вот лемуры, в кого уже превратятся, неведомо в кого. Это ведь подъем-то не вверх, а идет вниз. Вот в чем интересная беда. Понимаете? А сейчас за гориллой пристроились кто? Мы. Но в самом последнем ряду, арийская группа, белая, это мы свои. В самом последнем. Мы в очереди стоим, самые последние. И очень медленно идем этой дорогой. Поэтому проще от нас избавиться. Такие условия создать, условия, что, я уже говорил, условия в России, это потеря смысла, надежды, и золотая клетка Запада. Вот и все. А теперь давайте дальше рассматривать. Что у нас тут еще хотел вам рассказать сегодня? Вот, я тут написал, хотела вам... Тема большая, очень большая. Надо отдельно все. Но сегодня последний у нас лекция, поэтому я хочу немножко коснуться. Потом отдельно будет все это. Межрасовое смешение. Ведь один из самых страшных, один из самых механизмов разрушения психики людей, это межрасовое смешение. Смотрите, как интересно. Христиане говорят, все расы что? Равны. Человек любой. Это негры. Веземли хорошие. Все правильно. Могут быть негры отличные, прекрасные негры. Могут быть индейцы великолепные. Могут быть китайцы золотые. Все так. Белые такие же. Ну, откуда потомки-то берутся? Откуда звери выходят из людей? Откуда... Почему так получается? В чем дело? Дело в том, что... Что... Путем воспитания часть генофонда, звериного, обезьяньего генофонда, начинает, что потихоньку, тормозиться. Если несколько десятков поколений тормозить, останавливать процесс вот развития, вот, человека в этом направлении, в направлении этой обезьяны, да, то эти гены, они никуда не денутся. Но они перестают действовать. Они перестают работать. Они присутствуют в кровосомах. Но они не рабочие. Они как бы выпадают из поведения. Они не влияют на поведение человека. Вот это как раз та причина, по которой уничтожается ядро белой расы России. Потому что у нас как раз эти спящие генок у нас достаточно. Очень много людей, которые не способны на подлость, на низкий поступок, имеют совесть, связь с Богом. То есть это... Даже чиновник поступает не по закону, а по совести. Вот в чем дело. По понятию. Так вот, когда происходит смешение двух рас, вот тут и начинается. Оказывается, при смешении происходит генетический взрыв. Гены, вот эти вот спящие гены, они начинают действовать. Причем интересно, действуют и с одной стороны, и с другой стороны действуют. Это очень хорошо, кстати, в расовой теории в Германии, очень хорошо написано было в 1933 году. Есть такая расовая теория, почитайте. Там, правда, про гены ничего не сказано. Там просто про поведение. Но в то время обедных ничего не знали. Они же недавно стали генетически заниматься. В то время давно. Но люди понимали, что происходит. И отсюда получается, что вот, ну что тут такого? Ну китай с русским. Ну казалось бы, ну что тут? Ну, а вот ребенок все, или дети такие? Ненормальные дети. Жестокость крайняя. Эгоизм бешеный. Эгоцентризм сумасшедший. Стремление знаете, вот возникает еще что? Это ведь геносадизм существует. Геноворовство работать начинает. Воровство. Вот человек не может, чтобы ничего не украсить. Он должен воровать. Или садист. Настоящий. И вот представьте себе, что вот этот механизм великолепно работает в наше время. Вся Европа. Там люди, что они вроде бы во время Гитлера это не понимали там все это. Ведь отдавали же знания. Кстати, расовая теория была даже не в Германии оформлена, а была оформлена в Англии. Англичане посмотрели на этих огромную английскую империю. Все это было наглядным материалом. Они смотрели эти смешения лишь расовые. И какие были люди. Они отработали это все. Немцы уже потом готовый материал взяли и внедрили у себя. Ведь Европа это знает. До сих пор французо-арабские семьи идут. Две разных расы совершенно. Хотя арабы это не совсем негрые, но это другая раса. Это северо-африканская раса. Это подрасы. Здесь тоже нельзя. Можно смешивать русского и немца. Ладно, это один арийский пласт. Особенно восточного немца. Там славянские корни славянские. Там все нормально. Но уже смешать арабов или например смесь тюрок и белых. Здесь очень серьезно. Я не имею ввиду татар наших казанских, которые являются по крою больше белыми, чем тюркин. Хотя тюрская кровь тоже присутствует. Есть там ангелаивные примеси. Но в целом это на 80% все-таки это белая раса. А когда смешиваются в Якутии. Вот там в Якутии как посмотрят эти сахаляры. Они в основном кто? Они в основном преступники. Вот Якутии нормальные, русские нормальные, а межрасовое смешение, вот ужас. Там все наркоманы, убийцы, насильники, все что угодно, все. Когда рассматривают русских, которые вот тоже чикатило, кто он такой? а там гены, тюркские гены, тюркские гены, они прорез, то есть пятиконтроп внутри сохранился. Вот такие условия, что сверхополочка вроде бы и русская, ну, украинец, ну, а там ведь крымское, крымское ханство, степь, там вообще на Украине очень высокий процент третьей группы крови. Третья группа крови это что? Это тюркская кровь, это индейцев кровь, это монголоидная кровь, или будем так пятиконтропа кровь, пятиконтропа кровь, это что? Первая, вторая группа. Все. Это отработано еще Германом Виртом в свое время было когда-то, или Мегином. Это сейчас никто не отрицает. И там даже четвертая группа на Украине. Единственное место в России, где очень много четвертой группы. Четвертая группа это вообще палево, палево, она одинаково распространена во всех, на всех континентах. Даже не знают откуда она взялась. Либо из космоса, либо какая-то раса, которая смешалась и четвертую дала группу. Но тоже эта группа не арийская, совершенно другая. Это звероподобные тоже какие-то. Вот так. Так что надо говорить всерьез о настоящей генной войне. в чем-то делается так, ненавязчиво. Промывка мозгов идет. Все люди раваны. А у негров там еще шутили в здоровье. А наши женщины думают, ну да, интересно, с негров. Вы знаете, это же всерьез. Пропаганда идет даже таких вещей. Люди отпустили до уровня животных, зверей. Женщину во что поставили? Наши девчонки, которых я знаю с Питера, с Москвы, они с негров ковыркались. Я говорю, зачем? А интересно, правду говорят о них или нет. А то, что работает на закон Телегон и их не волнует. Их не волнует, плевать на это. Они даже не знают про этот закон. А он действует. То, что потом негры родятся у них, они даже потом не знают. Кстати, у одной родился девочка-негр. Клевца-божица не знает, откуда она взялась. От русского парня. Негр, девчонки. Прокоперство. Это уже на моем опыте. Вот в жизни. Несчастный ребенок, Потому что над ней все пальцы показывают, как они жить будут, не знаю. Вот так идет экспансия. Идет постепенное вытеснение белого населения Евро-Азии. Вот таким образом. Рассмотрим Иран. В Иране. Вот и сейчас вы посмотрите, кто же в Иране-то. Ведь, понимаете, с Ираном можно рассматривать Иран как плацдарм, как уже отработанное место, где уже все эти программы сработали в свое время. Вот Иран. Парсов осталось, чистокровных парсов, голубоглазых, белолицых, с русским голосом, которых от нас ничем не отличишь. Ведь знаете, что мы с вами и с иранцами поставить рядом ничем не отличимы мы с вами. Это же один народ. Их осталось 10%. И то 7% живут не в Иране, они в Индии живут. Они ушли из Ирана. Потому что они остались за растритами, верны древней религии. Не приняли они ислама. Вот и получилось. А сейчас посмотришь на иранцев, черные, натуральные арабы, белых, голубоглазых вообще не существует. Там только приезжие. Все. Это ну, знаете, азерах наши. Вот такие же тут. Вроде бы и белая группа, но далеко не белая. Другая совершенно раз. Не стало уже иранцев. Не стало белых индийцев. Ведь даже Великий Иран когда-то создал кастовую систему. Вот некоторым так не нравится. Как это касты? Как? Ну, чтобы спасти свою кровь, чтобы не пустить туда. это же жутко просто всех взять, всех черных, потому что они несут себе в своих генах звериные, значит, в своих крови звериные гены, что их вырезать, что ли? Это утопитель на всю планету было в крови. Поэтому Иран что сделал? Он просто закрыл доступ к черным, закрыл доступ к арийскому пласту, который пришел и поселился в Ариане, на севере Индии. Арийское государство. Четыре тысячи лет до нашей эры сложилось это государство. Оно сокрушило культуру и цивилизацию Мехенджедара харапа, харапскую культуру, древидийскую культуру. Мощное, сильное государство. Но индейцев не стало. Сейчас другие индейцы. Редко, когда ты в каком-нибудь фильме голубоглазого индейца, это вообще удивительно, откуда он там еще взялся. Все. То есть гены проникнут. Они пробиваются. Пробиваются через женщину. Трагедия. Не через мужчину, через женщину пробитка-то идет. Вы понимаете, какая тут вещь? Вот, я не знаю, конечно, мужчины тоже не идеальны. Я не хочу сказать, что все мы идеалы. Но, как устроен мужчина? Вот, понимаете, он все равно, все равно, вот обезьяна, для него останется обезьяна. Вот, надо каким-нибудь извращенцам, каким-нибудь скотоложным, чтобы возбудиться на обезьяну. Ну, а женщина-то возбуждается. Женщина-то рожает от обезьяны. Запросто это происходит. Вот этот обезьянник-питомник, который у нас был организован под Ялтой, вы наслышали, да? Читали про него? Там четыре женщины родили, там жили с гориллами, родили четырех гориллят и исчезли все, когда питомник расстался, ушли женщины с своими детьми. Инстинкт сработал сохранение ребенка. Наши русские женщины. У кого? Уполненормальных людей с какими-то признаками обезьяны. Это была целая передача, была посвящена этому питомнику по телевизору. А сейчас никаких не могут, не знаю, где они, куда они делись. И вот в Якутии, вы, наверное, слышали про Чучуна, снежный человек. Ну, вот сибирский гоминоид или много-много на эту тему написано, статьи. Я лично когда жил в Якутии, в Аркатасе, там одну женщину, один мой якуть-друг допрашивал, а он приехал в стрелку, в звездочку вернее. Там как раз она сокрушалась. Ой, как плохо-то было. У нас у Якута шибко плохая семья. Муж бьет все время жену, а тот мужик был блохматый, говорить не мог, но такой добрый, он меня не бил. Я хорошо с ним жила несколько лет. Кто взял, ребенка забрал, ее отправил обратно к людям. Ну, ладно, там уже она сокрушается и водит полюбила этого лохматого обезьяны. Я о другом хочу сказать, что генофонд в основном пробивается через женщину. Когда идешь, генофонд именно черный, генофонд обезьяны, генофонд не человек. И это надо учесть, потому что у нас осталось не так много населения, чтобы нашим женщинам давать китайцам, давать кавказам и кому угодно. Потому что демократия, она работает в обратный стоп. Вся демократия и наш этот самый либерализм в знаменитый, он работает против белой раси. Надо это наконец понять. Понимаете, вседозволенность и свобода, разные вещи. Надо понимать свободу и вседозволенность. Это совсем другое все. Так. Вот с кем ариане смешались? Вот я написал. С планы азиатами и с планы европейцами. Смешание было? Это было серьезное смешение. Появилась белая раса. Да. Вот из смешанных народов, из смешанных народов на Балканах это были альбаны. Албанцы до сих пор приняли их полностью. Говорят на славянском но это париоевропейская группа. Отсюда ненависть к славянам совершенно другая психика. И балканцы, балканские народы имеют фракийскую группу до прихода славян. До прихода славян. Так вот как у нас женщина рассуждается. Лишь бы человек был хороший там хоть что? Какая разница? Хороший. деньги несет не волнуется и переживает за ней. Она где хочет гуляет она свободная он ее вот так не держит на цепи у китайцев так живут наши жены. Куда бы она не ушла хорошо все нормально сготовит дети упорные все сделают трудоголик где ему ночью работать. Устроено как у Бога западут а то что она родит ее это не волнует и что дети будут преступники тоже ее не волнует. теперь еще интересная деталь знаете время 6 женщина наша современно ориентирована на хищный секс что это такое? что такое хищный секс? знаете с хищником оказывается интереснее постель с ним интереснее хищник другой он особенный и ведь он особенный знаете есть книга я не буду эту книгу рассказывать это просто не хочу Деденка это из теории поршнева вот этому кстати американцу я книжку отдал вчера я ему книжку отдал которую в Америке отдал ему хищное творчество почитать Деденка она у меня единственная осталась была у меня хищный секс и цивилизация каннибалов тоже Деденка была это работа краткая работа поршнева но я хочу что сказать не буду останавливаться но то что сейчас называется сексом это разрушение разрушение и мужчины и женщины до основания разрушение психики разрушение здоровья разрушение полное абсолютное самое ужасное то что ранее забота о своих половых органах ранее сексуальные подвиги они вырывают человека из нормального такого русла развития институционного русла делают дебилы вот знаете когда читаешь Нордалу у него очень хорошая книга есть дегенерация у Нордалу он удивляется а в чем дело вот 14 лет и дети становятся тупыми девчонки тупые парни тупые они 10-12 они до 12 не развиваются прекрасно они более развитые чем взрослые у них взрослые могут чему-то научиться и потом резкий обрыв резкий скачок в другую сторону и там тупость сплошная просто дауны настоящие вот этот Нордалу еврей молодец очень хороший сионист основатель сионистского движения вот и в то же время неплохой психолог он очень хорошо написал об этом так вот как раз это и связано с сексом а сейчас нам его главное то что он неправильный неверный он разрушающий но его нам навязывают через силу нам его внедряет нам вбивает его и нам не дает понять что существует что-то другое другие отношения между мужчиной и женщиной совершенно другие и забытое предназначение женщины сама женщина забыла свое предназначение она вступила на путь хищного секса выбор именно хищника удобнее так но я не буду об этом сексе говорить я лучше вам скажу нормальные отношения так мне кажется будет интереснее потому что эти извращения мне просто интересно рассказывать это прощить может быть из меня вот а свое предназначение забыл и отсюда мы получаем то что видим сейчас вокруг вы знаете ведь это очень серьезно чтобы женщина знала свое предназначение она знала для чего она родилась для чего она живет она должна быть свободной но в то же время рамки закона космического ее должны ограничить всегда звольность и закон разные вещи свобода это тогда когда соблюдается высший закон в этом законе человек он свободен потому что внутри этот закон женщина это чувствовала всегда она была свободной она выбор имела она выбирала и на того кто ей необходим для жизни она выбирала по сердцу выбирала не по карману как сейчас это делается и в древности еще сохранялось время ну будем так так скажем даже примерно время 2-3 век новой эры уже христианство уже царило в Риме уже все это было во всю шло развитие христиан но но работали храмы остатки работали работали храмы милиты у филикийцев работали храмы лады у русских работали храмы афродиты ведь нам-то пытается в нашем множестве что там жуткий страшный секс там ритуальное совокупление между мужчиной и женщиной какой кошмар какой ужас разврат ведь это все бранье ведь жрицы учили прежде всего женщину давали понятия о ее предназначении в жизни сексуальные практики давали не жрицы а давали эти практики давали родные это давало прежде всего отец не мать нет мать ничего не научит давал отец поэтому ближе всего девочка была к отцу отец у нее только храмовесие эмоциональный фон невысокий он носитель разума носитель информации прежде всего мужчина это вектор какой вектор вверх информационный вектор он мог давать эти знания он своей дочери это все раскладывал по полочкам и мать являлась как бы арбитром в этом разговоре и девочка знала все о самой близости что это такое как она может управлять своим телом как она может работать со своей психикой как она может сохранить свое здоровье когда должна она родить когда у нее чакры проснутся когда она сможет дать ребенку самое необходимое как ребенок должен развиваться в утробе матери чтобы воспитывать его владеть не воспитывать когда он родится его воспитывать сразу после зачатия мужчина нужно себя вести где-то муж художник поддержать где-то помочь ему где-то получить чему-то а это же женщина была богиней и она была богиней но самое главное она знала свое предназначение сейчас женщина забыла свое предназначение она не знает что такое отсюда вся их беда отсюда китайцы малоицы хищники, отсюда любовь к этим зверькам, потому что она даже не знает, для чего она живет, эта женщина. И какую она миссию выполняет. Ну я вот, знаете, я уже рассказывал, все это было, но я хочу напомнить. Смотрите. Мужчина это вектор идей. Вектор информационный. Это та сила, которая движет, движет все. Развивает какую-то ячейку информационную на более высокий уровень. А женщина это вектор цели. Цели, причем цель какая? Кратковременная. Она вот цель в данный момент, в данной ситуации. Женщина хранительница мужчин. Женщина дана для того, чтобы и сама она только тогда счастлива, когда она сохраняет семью, сохраняет своего любимого, сохраняет все в том виде, в каком должно быть и позволяет мужчине достичь тех и, тут можно так говорить, как сказать проще, достичь той высоты, на какую он рассчитан природой. Либо, так сказать проще, чтобы он вышел на уровень своего предназначения. подняв себя, он поднимает и женщину. То есть, идет вектор так, а второй по числовой стрелке вращается, куда он, туда и она. И его, его долговременные программы, они являются частью ее кратковременных программ по жизни. Если она его ломает, под каблук его садит, если она заставляет его, ты слушай меня, да я знаю, как жить, все, ломается его программа. Он становится, что? Он уже теряет статус мужчины. Он как мужчина не состоялся. Потому что каждый мужчина это эмоциональный что, поток. 80% дает детям мужчина. 80% духовности информации. Поэтому никогда женщина в старое время не выходила замуж за молокососа, которому сопли вытирать надо. К этому 20, 25, 30 даже лет. Он молокососом считался. Вы на меня, парни, не обижайтесь, пожалуйста. Потому что последняя чакра, последний центр, 33 года открывается. Он 33 года открывается. Только мужчина имел право рожать детей после 33 лет. Потому что рождаются дети, которые ни за что не способны. Они могут есть спать, они могут быть потребителями, но они могут быть созидателями. Они просто несчастные эти дети. Поэтому у Конфуция был отец. У Конфуция отец был 70 лет, а мать была 17 лет. Ну и родился Конфуция. У Лау-Кзэй отец был 86 лет отцу было, а матери был 32 года. У Лау-Дзи. Вот вам примеры исторические. То же самое у Цезаря было так же примерно. Только Цезарь родился. А у нас сколько пустоцвета рождается. Это же специально сделано. Христиане специально устроили что? Чтобы была в доме хозяйка. Ему 14-15 лет, ему заставляют жениться, а жену приводят ему 20-летнюю здоровенную девчонку, которая уливается горькими срезами. И она не хочет с этим пацаном. Он для нее кто? Живая кукла. А он у нее ум. А она должна в поле работать. Было такое? Почитайте эти вот христианские, эти самые сказания в форме художественной литературы. Там все это есть. Так вот и получается, что забыт союз между мужчиной и женщиной. Просто забыт. Его просто не стало. Но с другой стороны, вы должны еще одну вещь понять. Надо понять и женщину. Я тут на женщину не делаю, ругаюсь тут, сегодня сижу. Но дело в том, что женщина тоже должна немножко быть защищена. Если нашего мужика за 40 лет взять, кто он? Он же одной ногой в могиле. Он же полностью разложился, рассыпался. В этой разе мужчина, который ходит в аптеку каждый день, который уже 10 раз импатент. Ей выхода нет. А что получается? Мужчина что? Загоняется, этого мужчину загоняет куда? Какое-то определенное что? Коридор какой-то? В этом коридоре. Какой коридор? Ну, будем так говорить, информационный. Он из него вырваться не может. Он считает, что так живут все. Я так же живу. Хурит вперед, занимается сексом с 12 лет. Он не знает, что ему надо. Он не развивается никак. Не так, не этот, не физически, не духовно. Он разрушает сам себя. В дребезги. И получается, что ему 30, а он уже что? Он уже как мужчина. У нас, знаете, сколько мужчин? 27 лет, у нас 40%, 45, местами до 50, импотент. Это статистика. Я, может быть, я ошибся, я читал это лет 5 назад. Больше, если больше. Сейчас больше. Ну вот. А нормальный мужчина, в 90, в 100 лет, он нормальный, вот с ним ничего не происходит. Самая лучшая сперма, самая лучшая клетка половая у мужчины, которому за 80. Все эти вот молодые вот эти пацаны, которые сейчас, они пытаются размножаться, а у них как половая система уже все разрушена. Даже простая вещь, он начинает очень рано, что жить половой жизнью, клетки формируются, оболочки, а внутри ничего нет, ни меташлондрии, ни сети эндоплазматические разлетаются, ни ядра, потому что не хватает ресурсов организма. Ну, ему нужно дотрахаться, он же в этом удовольствие находит. Он не знает, что такое оргазм сердца, он не знает, что такое. Он не знает, что семя не выбрасывается вообще. Для него это непонятно, для него другая программа. Он себя вгоняет в могилу, он не понимает, что он делает. Вот в чем трагедия наша. Поэтому женщине деваться, она, естественно, выбирает балкососа и вытирает ему сопли, потому что, что с него, а другого она не найдет, она просто не родит ни от кого. если остаются настоящие мужчины там и в 50-е, и в 60-е, и в 70-е, ну их просто не видят, их очень мало, очень мало, их просто не видят этих людей. А потом еще программа, этой женщине вгоняется с детства, говорят, ты что? А ему там, он тебе на 30 лет старше, ты что? На 50 лет тебя старше. Вот я, например, знаю своих учителей, у него на 60 лет старше, жена. Какая уже по счету, не знаю, не помню какая. И он их всех хоронит, потому что они все стареют, быстрее его, быстрее уходят из жизни. Вот так вот у него жизнь идет. Грустная жизнь, но что делать? И она отбородила основу. Вот был я пять лет назад в Москве, у нее сбородила, пойму уже сто лет. Так. Хотел бы я вам еще раз сказать, как рождается, как рождается чувство и как управляет, управляет. Можно? Время еще есть, расскажу вам. Вот знаете, вот я же заикусы об оргазме, о оргазме сердца. Что это такое? Ну, знаете, это целая наука. Знаете, это все забыто. Старались христиане уничтожить все, что могли. Сейчас некоторые некоторые тексты там, 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 говорят об этом. Кстати, насчет тантры. Ребята, вы знаете, поверьте мне, ну, в тантре сексуальных практик, знаете, сколько процентов всего? Самый большой 3-4 процентов. Это наши сумасшедшие придумывают, что это тантр, значит, на день и ночь трактиться, быть с другом. И все. И все. Вот мы, там, занимаемся. Меня вас пригласили, говорят, у нас там траклуб, я приезжаю, там сидят голые, человек 15 страшных таких мужиков и молодых, таких красивых девчонок. Он улыбается, Андрей Дэйч, он это знает, как я туда сбежал. Он мне говорит, прочти там новую лекцию, что вы поймете, я с вами не хочу вообще разговаривать, вы же сумасшедшие, вы ненормальные. Я ушел, а вот вам я кое-что поставлю себе рассказать. Смотрите, значит, как устроено мужское, вот, как строится мужское чувство. Знаете, мужчина любит глазами. Мужчина любит, то есть, для него главное это что? Вы, надо знать, форма, да, и цвет. Мужчина чувствует и форму, и цвет. Мужчина начинает, что флажок этот, флажок, да, он его видит. Красивая фигура, красивое лицо, особенно, особенно, если лицо, я говорю не про самца, самцу все равно хоть какое лицо, хоть там обезьянья будет, заверительные глаза, эгоистичные, но все равно он видит, кроме, кроме половых органов, он ничего не замечает. Я говорю про нормального мужчину. Вот, идешь по городу, смотришь, красавец идет, девчонка, фигура красивая, все великолепно, поворачивается, и ты ее догоняешь, она сгорела, что ее, блин, в лицо, все, она исчезает, она сгорела сразу, ее нет, ты проходишь, забыл, что она существует. Один раз взглянул в нее в глаза, и понял, что перед тобой, что чудовище, все, нет человека. И ни фигуры, ни лица, ни глаз, все, уже все исчезло. Так вот, мужчина видит эти глаза, нормальные глаза, он видит красивую фигуру, он видит все, и у него, у мужчины сначала появляется желание, желание обладать вот этим. Это неплохое чувство, не думать, что это не чувство самца, это чувство интереса, это чувство, тянет, он, ему не нужно, так сказать, взять и положить в карман, сделать из этого фетиш, нет, он стремится понять, кто перед ним, осознать этого человека, его тянет к этому человеку, но через половую чакру. Половая чакра, все чакры построены как, там, восемь отделов. Вот. Так вот, самая нижняя, самая нижняя, вторая чакра, Велеса, она работает именно на размножение, остальное, там идет развитие других качеств, прежде всего, это творчество. Так вот, половая чакра, это творческая чакра, и здесь творческая энергия тратится, и сердце мужчины получает эту информацию, либо получит, либо нет, либо он когда встречается с этой женщиной, раз, другой, до третий, и даже не будучи в постели, он начинает с ней общаться, как с человеком, и начинает понимать, что перед ним ценность, ценность уже не половая, там ни попка, там ни грудки, там ни талия, там ни точеное лицо, там другое, там есть мир, огромный, интересный мир, удивительный мир, и в этот мир он что, погружается, для него уже что, этот вектор, который был сначала, где зародился, половой чакрик, он перемещается в сердце, теперь ему нужно видеть эту женщину, общаться с этой женщиной, он уже не думает о сексуальных делах, он нормальный, он не зверху, я говорю про нормального, я не говорю про самца, самец этого не поймет, для него только что, нужны, что постель, нужны его, женщины ноги на плечах, больше никак, он больше не понимает ничего, и чем скорее, тем лучше, я говорю про нормального мужчину, для него мир открылся, и в этом мире он присутствует, он часть этого мира, теперь у него уже, все эти фантазии сексуальные, они ушли куда-то, они могут быть, он их даже не вспоминает, не это самое главное в его жизни, он за эту же женщину готов отдать и жизнь, надо он отдаст, хотя ни разу с ней, ни коверкнулся в постели, за любовницу, ни один сверёк не отдаст своей жизни, за любовницу никто ничего не отдаст, какая бы она ни была, за такую женщину, где сочетаются внутренне и внешне, когда единое целое, огромное, бесконечное, здесь, конечно, можно и отдать всё, потому что второго такого, можно в жизни своей не встретить, просто не увидеть, просто может и не оказаться, и вот такого визития, что кого-то ты ещё встретишь, на таком же уровне, а у женщины как? А у женщины сразу, женщина высокое существо, хоть ведь она там приземлённая, да, она связана с землёй, да, она думает о детях, да, она думает о каждом дне, как ей прожить, вот именно всеминутно её устроена её психика, именно она вот, современная женщина, да, она не современная такая была всегда, она думала всегда о тактических вопросах, но не о стратегических, но у женщины, если вы нормальные, все знаете, ведь вас не уложат в постель, не утащат, пока ваше сердце не заговорит, у вас рождается в сердце всё, так или не так, у вас рождается в сердце, и сердце это потом, постепенно приходит половую чаку, этот вектор направлен, то есть получается у мужчины вектор вверх, а у женщины вниз, вот что будет, связь двух энергий, двух потоков, притяжение возникает, и получается так, что женщина, женщина только тогда становится любовницей настоящей, когда у неё сердце работает, и не правда там, она зависит от большого там, членя от маленького, там придуманы, там 33 способа, Нет, я говорю, сердечная чатра, конечно, но она же в сексе. Так вот, совсем дело не в этом. Дело в ее сердце. Она получает огромную радость в ближении на энергоплане с любимым человеком. Никакая техника секса не поможет. Мужчины должны это понять. Хотите, чтобы женщина вас любила? Делайте так, чтобы вас любила по-настоящему. Она будет вам любовиться, она будет... Даже женщина, которая фривидная, с любым мужчиной, ну, с вами она будет нормальной. Это так легкоит все понимать. Но для этого надо что? От своего эгоизма уйти. От эгоцентризма уйти. Но, с другой стороны, мужчина попадает в такую ловушку. Если он не станет эгоистом, эгоцентриком, он не нужен становится. Он всегда чувствует, что он, да еще тут самопожертвование, да еще у него любовь. Это что? Это трагедия, это петля на шее. Что получается? Он ведь низкого ранга получается для современной женщины. Низкого ранга человека. Они же любят тех, кто их не любит. Посылаю ей, блядь, дай я цель. Она любит тебя, она будет вырываться, тебе она будет тебя в объятиях и блядь. Начни ее любить, она скажет, да пошел. Такое же неинтересно. Так или нет? Печально, но так. Так вот, что получается, что вот эта вот близость между мужчиной и женщиной, близость, именно половая близость, вот только здесь она может состояться, когда складываются эти два вектора, когда у мужчины просыпается сердце, когда у женщины способна быть любовницей, причем любовницей до бесконечности. Она готова отдать себя полностью любимому и пойти за ним в ад. Вот тогда и получается сексуальное отношение, настоящее. И еще нужно учесть одну деталь, что женщина в таких случаях, знаете, она выигрывает, очень сильно выигрывает в плане воспитания. Вы, наверное, эти, кто читал похождения Кришны и его дела, как он свою жену воспитывал, свою единственную, правда, у него было и тысячи, и тысячи, но это было время, когда это все, и его единственная красавица все это прощала. Так вот, чтобы ее поднять до нужного духовного уровня, она в одном из воплощений была с другим. И тот другой опустил эту девчонку до такого состояния, что потом Кришне пришлось выдергивать ее, поднимать. Он ее обводил в состояние оргазма до тех пор, пока она сознание ее не теряла. Что это такое? Вот дело в чем, что мужчина, мужчина не понимает понятия оргазма. Для него оргазм это выброс что? Семени. Это есть оргазм. Но это оргазм какой? Тело, это материал, звери, животные, обезьянные оргазм. Существует другой оргазм, когда работает сердце. Он тысячу раз сильнее. А когда половая система, она просто напряжена, никак больше не реагирует. Она вообще не выбрасывает семени. Так должно быть. Организм так устроен, что все лишние клетки, они так же, как и клетки кожи, и все остальные, они распадаются и уходят через мочевую, вернее, ну, через мочу, через почву. Как и любая клетка. И не нужна вот эта половая жизнь сумасшедшая, дурная. Она вообще не нужна. Хочешь сохранить себя, быть воином, сильным, крепким, здорово сохранить, быть молодым вечно. Так не трахайся, как животное. Выбирай, когда тебе женщина сказала расслабиться, ну, расслабляйся тогда, когда она попросила, когда ей необходимо, когда она ребенка хочет. От тебя. Ты только подумай сначала, а надо. Это самая большая ценность, самая большая энергия у мужчины. Именно здесь. Многие виды подъемки сразу умирают. Пауки сразу умирают. Это закон, общий закон. Рыбы многие умирают сразу, после налога выбросил, тут же умер. Конец энергии. Энергии нет, истощение полное. Женщина не понимает, многие женщины, начитавшиеся при ерундистики, не понимают, что у мужчины расслабляться нельзя. Если он расслабляется, вот в ней, да, там еще это, я не хочу там говорить про все ее эти выкрутации, чтобы заставить его бедного расслабиться. Если он не расслабился, она еще на него обидит. Как ты, я у тебя плохая любовница, какой ты мерзайца, ты вот и не расслабляешься. И ты мне не интересен, это безумие. Потому что у него другое, у него сердце работает. Сердце намного сильнее. Когда работает сердце, включается, когда мужчина понимает, как управлять сердцем, как управлять чакрой стревога, управление, чакра управления на воде находится, и две остальные жреческие чакры, он выводит сознание, изменное сознание женщины, выводит информационное поле. Он сбрасывает ее туда, куда надо. Плазменное и информационное поле. Изменное сознание. Женщина теряет почти сознание, но она получает информацию в свое подсознание высшую. Только так можно воспитать стербу. Стерба не понимает слов, стерба не понимает ничего, стербу ничем не возьмет. Она зверюга, она же программа, которую в нее вложила мать родная. Обычно мать делает стербу. Как эту девчонку поднять? А в ней человек. Вот видно, что человек нормальный, хороший, но что с ней делать? Это единственный способ подъема души человеческой. Получая информацию поток за потоком, вводя в это состояние, вот это два оргазма. Это оргазм сердца мужчины, выброс мужчины в тонкий план, женщины-монады женщины. И она получает что? Сразу информацию, ту, какая нужна. Вот так вот. Информация Бога. Она меняться, значит, потом, в конце концов, это все озвучивается, получает лексическое воплощение, и внутри ее уже говорит голос человека. Вот так Кришна занимался за свои красавицы. Это все есть в летах. Читайте, там все это есть. Бедный Кришна. Досталось ему. Он ее даже не жалеет. Доводил ее до того, что тягало в его сознание. Вся энергия вылетала. Еще одну должны вещь понять. Женский оргазм нормальный. Женщина выбрасывает шлак. Женский оргазм какой? Это шлак. Это грязь. Это все виды напряженки, какие только есть. Это и мужчина ей может накрутить, и на работе ей накручивает, и мать накручивает, и если кровка накручит, кто только не накручит. В магазине, в автобусе, где угодно. Все это откладывается. Все это лежит в ее сознании, в ее поле, и все это может действовать. Действует очень плохо, но негативе работает. Может ломаться здоровье. Я не буду подговорить, послал один, послал второй, послал третий. Где-то все там складывается. Возникает в поле, что еще параллельное сознание не может произойти. Вообще зомбирование несчастных девчонок, там получается держатель. Это еще тема другая. Но здесь оргазм позволяет освободиться, выбросить все. Да не один, один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Если 20-25 оргазмов, мужчина нормальный, который выбрасывает сперму, он что сможет это сделать? Он же сам помрет. Вы понимаете? А женщине это надо. Очень часто такие женщины впадают, несчастные, что им просто освобождение. Надо это. Для того, чтобы ей просто проснуться, стать другим человеком. Потому что груз давит, груз страшный. Но мужчины этого не понимают. Думают, мы все супермены. Как это сделать? Это просто. На эту тему многое написано. Многие знают это. Просто надо захотеть. Так вот, здесь что получается, что можно воспитать женщину, поднять ее. Поднять, сделать настоящую. Но одна где-то, вот у Криши там она падала без сознания. Почему? Потому что уже негатив весь выбросил. Она давно выкинула. Давно освободилась. Теперь вросла чистая жизненная энергия. Чистая жизненная энергия. Каждый раз, что потеряв сознание, возвращалась снова, потому что поток идет. И опять оргазм, опять туда же. И опять что? Общение с высшим планом. Бесконечное общение. И переход этой информации уже в монаду. А потом уже идет то политическое обоснование. Человек понимает, значит, многие вещи. Мы понимаем только со слов. Вот беда-то наша. Мы на чувством плане соображаем, но пока это не обоснует слово, мы не можем пользоваться. Вот когда это происходит. И нормальный муж он как делает? Он обычно, или там просто любовник. Ну, любовник, обыкновенный, когда понимает, что надо девчонку поднять. Он о себе не думает. Он думает о ней. Мужчина должна думать только о женщине в этот момент. А женщина должна думать о мужчине. Тогда все нормально. Так вот, он что, начинает подводить ее по родинной жизни вот к этому пониманию того, что она получила. А он уже знает, что там есть. Он же с ней вместе. Он-то это уже расшифровал, она-то не знает. И вот на его глазах начинает рождаться человек. В глазах появляются искры, появляется другое выражение. Начинается работа мозга по-другому, сердца по-другому. Рождается другой человек. Все эти зомбирующие программы летят в тартерары. Но ведь кто об этом знает? Вот беда в чем. А люди вот так устроены выбирают зверька. А зверь, что он? Зверк пользуется. Близ зверька, что он? Ему карается. Сегодня Машка, завтра Дашка, потом какая-нибудь еще. Близ зверька самое главное это, что новизна. Он не будет с женщиной работать, будет... Он не будет ее ценить как человека. Зачем ему это? Зачем ему как человека? Для него женщина просто что? Дополнение к нему в постели. Сегодня Машка, потом Дашка, потом еще. Потому что ему так нравится. У него что? что у него мысли так устроены. Но новое, 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 новое. Каждый раз новое, каждый раз новое ощущение. Он чистое животное. Теперь еще одну вещь хочу вам сказать. Да, еще время есть, успею. Знаете, интересная деталь. Вот мы считаем, что мы что-то стоим на Земле. На самом деле надо управлять. Управлять высший план. Интересные вещи происходят, мы не замечаем, но это происходит. Вот начинается какая-то беда в обществе. Гибнет общество. Погибает. Либо мор какой-то, либо, ну не знаю, может быть война. Вот как Русь боролась одновременно сразу, был момент, когда она сражалась и с западом, и с востока. Время переселения Гуннского союза, Годского союза с запада, с востока Гуннский союз. И зажали ручь вот так, как погибала русская ладь. Целый четвертый век. Век целая борьба была. Целых сто лет бесконечно. И вот что делать? Как устроена природа? А природа очень хитро устроена. Начинает рождаться мужчина. Но вы можете подумать, война, значит, будет рождаться мальчик. Ничего подобного. Не по этой причине рождается мужчина. И потому, что война. Совсем не потому. Другая причина есть, более серьезная, чем вот так. Чем пушечное мясо, когда сабельное мясо рождается. Рождается мужчина. Сплошные мужчины идут. Валы будут. И даже есть такое уже, жрецы знают хорошо. Так пошли вот статистика. В наших роддомах и нашей деревне охраняются сплошные мальчики. Все. Жди беды. Природа начинает защищать общество. Сама защищает. Высший план защищает нас. Для чего это делается? Как вы думаете? Для чего огромное количество мужчин рождается? Во много раз больше, чем у женщин. В 5-6 раз больше, чем у женщин. И не потому, что они должны где-то умереть. На полях сражений. А? Отбор. Да. Правильно я так сказал. Отбор. Женщина из этой массы мужчин должна выбрать самых лучших. Это для женщин рождается мужчина. Что огромное количество лома усердно уходит. Этот лом остается. Даже он, пускай одиноко живет, он никому не нужен. Но женщина должна выбирать самых лучших. Самых стойких, самых честных, самых добрых, самых высоких. Самых талантливых, наконец. Умеющих по-настоящему любить. Потому что оказывается, что идет спасение уже вот этой группы людей, или будем говорить, социума, гибнущего, не через количество воинов. Эти воины, может быть, миллионы, не будут разбежаться, одного убить и разбегутся. А вопрос качества. То есть идет процесс другого, что? Другого человека. Рождение другого человека. Совершенно иного. Другого качества. А в этом задействованы именно женщины. Женщина должна найти этих мужчин вот из этой огромной массы. И даже не одна женщина. Около такого мужчины может быть 2, 3, 4, 5. А может быть сотни мужчин останутся без детей. Так и надо. Понимаете как? Но от этого мужчины 5, 6, 7 женщин могут родить настоящих, очень сильных людей, которые изменят все в жизни. То есть идет, идет, что качественный скачок в обществе. Не количественный, а качественный. Кончается, не урядится. Кончается эта беда, да? Кончается. Что происходит? Рождаются женщины. В огромном количестве женщины рождаются. Женщины даже больше, чем мужчины рождаются. Понимаете как? Рождаются, все нормально, все стало. Теперь женщина, теперь что? Появился новый что? Новый человек появился. Родился вот этот человек. Теперь этот человек должен дать потомство. И женщина появляется. Она потом вырастает, дает потомство и идет дальнейшее развитие, развитие какой-то группы, какого-то этноса. Вот оказывается как. Я, наверное, вас уже замучил. Ну осталось тут немножко, хочется мне еще кое-что рассказать. Современная жизнь наша, это отношение стаи. Отношение стаи пандерлогов. Вы, наверное, читали когда-нибудь о Мауге. Киплинг, несчастный Киплинг, он был уничтожен своими же масонами после того, как он опубликовал Мауге. Потому что там все есть. Мауге это отдельная большая тема, надо разбираться с Мауге там все. Там стадо пандерлогов, это как раз описано в нашем обществе. Наша обществе. Много говорим, мечтаем, кричим. Планы строим сумасшедшие. И тут все забываем, живем одни в дню. Почему это происходит? Очень часто это происходит, потому что влияет женщина. В настоящее время, в настоящее время, не только секс стал валютой, не только влияет женщина на мужчину через половые инстинкты. Кстати, очень хорошо об этом сказано в Мертой воде. Вот в одной из книжек. От матриархата к современности, да? От человечеству. Вот это говорю. Давно, я тут еще почитал, удивился, что люди догадались и правильно все написали. Так вот, в настоящее время искусственно созданный матриархат, матриархат искусственно созданный. Мы не считаем, что он есть, а он есть, он работает. Причем работает жесточайше. Вот он как раз приведет к нашу обществу гибель. Вот в это обезьянье встает. Наведут нас женщины и детства от этого веку. И через половые инстинкты. И люди, которые не признают эти половые инстинкты, они одиноки остаются. Даже очень хорошие люди. Настоящие люди, от которых можно рожать детей, прекрасно. Которые могут многое что изменить. А они одни, их просто не видят. Их просто не видят. Женщины их просто не видят. Вот все законы социума, да? Вы, наверное, знаете, на стороне женщин. Все законы. Не только наши. Будем вспоминать на первое время, сразу после столя. Сразу бах! Вы, наверное, знаете, мужчин. Элементы платят только мужчинами, да? А если я забрал детей, мужчину к себе, женщина осталась. Бывает, что и перешали материнство, и суд был на стороне. Мужчины редко, очень редко было такое. Иногда. Но женщины никогда не платят или нет. Это хорошо, знаю. Все, что происходит, развод, мужчина и женщина разводятся. Виноват кто обычно? Мужчина виноват. Попробуйте сказать, что женщина не докажет. Бесполезно. Будешь ты виноват. Во всем будешь, только ты. Женщина хорошая. 90% разводов я вот тут написал в нашем деле по инициативе женщин. Во всех грехах виноват только мужчины. Если посмотреть Америку, там вообще труба. Там у них создают семьи уже по контрактам. Любовь там вообще не говорят, забытое чувство любви. Вот этот несчастный мужчина должен в этот контракт, в рамки этого контракта как-то залезть. И вот в этих рамках жить. Как ему, как это? Ну сложно бывает. Вот это настроение плохое, вот это все что-то. А вот тут у меня написано, что ты сегодня должен меня удовлетворить как женщину. Я хочу тебе. А он говорит, я не могу. Мне сегодня день тяжелый. Ах ты гад. Ты неустойка у меня плачет. И все. И наоборот бывает такое, что мужчина там пришел в такой довольный, радостный у него настроение хорошее. Он забыл, что перед ним чудище. Он схватил его на руках, у него на руках мужика. А у него плохое настроение. Он мне сплачет спасибо. Он ничего с ним не сделал. Он атом от него добился. Ах ты гад. Ты на меня. Ты меня изнасиловать хотел. Все. Заявление его посадили. Ну уже посадили. Но это же вы знаете, наверное, да? Все против. А у нас то же самое у нас. Возникают женские общества. Мужских обществ. Настоящих. Мужчин нормальных. Вы их не найдете. Их просто нет. Я не говорю там про общество, общество лесбияных, обломников. Это ни те, ни другие. Ни женщины, ни мужчины. Я говорю про нормальных людей. Клубы женские возникают. Не обсуждаются там отношения с мужчинами. У мужчин этого тоже нет. Есть какие-то клубы, говорят, в Англии. Но там они в основном ассонские клубы. Ну что еще хочу сказать, что у женщин есть, конечно, одна беда, которая очень серьезная. Вот она ломает мужчину. Вот у него вектор идет куда-то, она его ломает. Это заставляет его бытом заниматься. Быт, суета, ломает его вот это вот предназначение. Он все. Он очень к ней привязан. Очень. Он не может отказать. Он не может сказать нет. Он не может его просто послать. Потому что половые инстинкты страшные силы имеют. Тем более у нас нормальная семья. Если была бы семья расширенная, астрологически, как это было, ведический аренат. Две-три женщины было мужчиной. Одна бестится, вторая его проноскает. Третий будет с ним. Все нормально. У него душа спокойно, он будет работать. А тут у него одна, там еще теща стоит. Что делать? Детей может забрать. Он трезет к детям. Она уйдет, детей заберет. Дети-то родные же. Он их чувствует, он их знает. Что делать? Бедный мужчина ломается. Он подчиняется ей. Только она его сломала, он ей не интересен. Все. Он не сопротивляется. Он уже потерял свой статус. Вот этот, она что? Сначала вышла замуж за него как? Все-таки у нее был какой-то статус. Он был рангом как-то повыше ее. Она его грызла, 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 ломанула, ранг у него упал. Все. Подкаблучник. Теперь ты не нужен. Теперь она ему изменяет легко и просто. Теперь она находит любовников, которые с нее веревки вьют. Она может вообще его послать, забрать детей, за него голодки замуж. Она это может все. Ну разве не так? А мужчина как таковой не состоялся. Но он не сделал того, что он должен. Каждый мужчина, каждый, он и талантлив, он знает, зачем он пришел в эту жизнь. Даже если он этого не знает, в подсознании программа. Он эту программу когда-нибудь прочтет. Но наша беда какая? Мы эту программу читаем тогда, когда уже нам умирать пора. Когда мы одной ногой в могиле стоим. Бах! Вот я это был молод. Да вот у меня бабка появилась. Помните сказку о золотой рыбке Пушкина? Бабка-то вон какая. Вот если переставить, не ставить бабку и старика. Вы можете такое представить? Это может быть. Это смешно. Бабка получается, а старик на месте бабки. Не получается. Вот трагедия в чем. Беда. Это настоящая беда. Но есть люди, которые могут противостоять. И они, знаете, как они живут интересно? Они в вечном одиночестве эти люди. Вот знаете как? Есть два вида, вернее три вида одиночества мужчин. Вот один вид одиночества какой? Это самец. Это поручик Ржевский. Это такой клыки у него так. Вечная у него нацеленность на женщин. Он трахает всех подряд. Он не боится остаться один. Ему не нужна семья. Он и в 80 лет бабку хорошую себе найдет лет в 40. Он везде успевает. Понимаете? Этот вот одинокий. Он живет в свое удовольствие. Это зверек. Таких у нас 20%. Да? Другой, у которого ранг самый низкий. Он никому не нужен. Он может и хороший, может и плохой всякий. Но он не наглый, не такой. Не может лезть под юбку сразу, кидаться, как этот поручик. Вот так устроит. Вот он, этот низкого ранга, он может остаться один. Один из них, если какая-то бабуля его не подберет умная, которая, так сказать, понимает, что мужик не плохой, он вроде ничего, штаны носит, можно с ним и жить. И тогда получается семья. А так не получится ничего. И еще один вариант. Это люди, как вот, у которых, как написано в «Мертвой воде», объективно лидирующая психика. Это атипостаи. Объективно лидирующая психика. То есть это человек, который может за себя постоять. Даже на него эти инстинкты не действуют. Он ведет свою линию, как бы ни было. Вот оно около него крутится, летится, ломает, ломает ему всякое. День и ночь скандал. А скандал-то страшно. Ведь скандал для чего создается женщина? Чтобы ломать мужчину, чтобы починить. Мужчина не терпит скандал. Для него три слова нет. Это самое страшное. Нет, не могу, не буду. Это три слова смертельных. Это самые тяжелые слова для мужчины. Она постоянно им жонглирует. Она создает напряжение бесконечное. Напряжение. Вот помните, ты пришел домой, там ты сидишь, да? Вот, у высоцкого. Так вот, ему деться некуда. Вот он смотрит, смотрит, смотрит на это. Он пытается ее как-то поднять. Он пытается ее из нее сделать сарапись. Он пытается сделать спутника жизни. Не зверька. Ведь что такое жена? Это от Бога. Женщину на, Бог говорит. Бери женщину. Я тебе даю ее. Это от Бога, да? Она же как богиня приходит. Это в христианственном, как угодно устроить. Или в сатанизме, как у нас, да? Вот. Или муж. Что мужчина у женщины. То есть мужчина защищенный. Это как берегиня, как та, которая хранительница его по жизни. Не получается. Она его разрушает. Он терпит. Те, кто там берет и зашивает, забирает. Собирает свои монотки и уваливает. Он одну выпьет. Проходит там 5-6 лет. Появляется еще одна. Завоевание идет как всегда. Самое лучшее. Самое хорошее. Самое золотое. Она приходит пташечкой, паренькой. И начинается с первых монот. Ты должен это, должен то, брось свое. Зачем тебе это? Зачем тебе друзья? Зачем тебе туда? Я тебе говорю это дело. Я тебе сказала. Я тебе сказала. И я, я, я. Опять заширует. Опять подзад. Опять третья появляется. Говорят. Вот живет мужик. А он что? Он мощный. Он тоже высокого ранга. Но этот высокий ранг без зубов. И без хребта. Он не поручник Ржевский. Это как раз про того, говорю, который он называет, Брошнев, как он их называет? Ну, он их называет Ниантроп. Или древнее название. Алиец. Настоящий. У него нормальная психика. Он видит такое, что здесь еще одно. Пошла вон. Я могу и без твоих услуг сексуальных жить. И нормально буду жить. Третья появляется. Четвертая появляется. А в общество него смотрит. Говорят. Да надо же. А что делаем? Вот Сталин просто сделал. Алилу застрелил, говорят. Не знаю, правда нет. Ну, я не знаю. Может сама застрелилась. Говорили, что он ее прихлопал. Она от него требовала невозможного, чтобы он поменял политику государства. Он ее поставил на место. Либо она сама, либо как. Не знаю. И больше ни с кем не связывался. Жил один спокойнее. Просто одному. Вспоминаем Киплинга. Вспоминаем Киплинга. Помните волка. Волка Акелу. Помните, который стаю управлял старию. Волк какой был? Одиночка. Чтобы свое что? Сделать предназначение. Чтобы добиться, чтобы стая жила. Он работал на эту стаю один. Без пары. И вспоминаем эту пару волков, которые воспитали Маугли. Тут же эта вот самая волчица устроила своему мужу, чуть не устроила ему бойню с этим тигром, из-за этого мальчонки. Не спрашивая его, не спрашивая, хочет он его брать или не хочет. Только на своих инстинктах. Помните в пещере, когда пришел Шархан, говорит, давай мне ребенка, это моя добыча. А она кинулась на Шархана. Значит деваться некуда. Значит что? Волк поступился за нее и погибли бы вместе. Вот вам пожалуйста. Что? Ну и как найти эту Берегиню? Шесть дня. Берегиня. Мне кажется, что она даже здесь присутствует. Кто-то из них есть. Может, да. Может, нет. Так что, знаете, это отдельная тема насчет Берегиня. Я вам еще хочу сказать одну вещь. Подходит к женщинам мужчине. Не мужчина. Женщина должна выиграть в нас. Это старинный арийский закон. Потому что настоящая женщина всегда чувствует и знает, от кого она родит ребенка. И кто будет с ней. С ней по жизни идти. Нужно заниматься только самовоспитанием. Заниматься чем? Самосовершенством. Работать над собой. Наша задача только здесь. А женщины настоящие. Когда-нибудь, может быть, лет 50, 60, 80 нас найдут. Все равно. Тех. Тех, вернее, тех женщин, которые должны быть с нами, они никуда не делятся. Они придут. Но нам надо заслужить. Как-то. Не быть потребительным. Ну, вот и все. Спасибо за внимание. Теперь в декабре мы с вами встречаемся. Много-много интересных тем, не знаю, когда это получится. Может быть, человек 15 декабря может быть на глянце. Он будет заняться.